Причины падения экрана. Выпуск номер один. Общие сведения. При опускании гусеничного трактора модели Т-130 краном модели КС-45717К2Р АВОЙТ к грузоподъемностью 25 тонн в бетонный резервуар произошло опрокидывание крана с последующим падением его в резервуар. Фактическая информация. Подробное описание работы крана. В светлое время суток бригада из трех человек в составе крановщик и два стропащика. Лицо ответственное за безопасное производство работ отсутствует. Производили работу по перемещению трактора Т-130 массой приблизительно в 15 тонн с последующим опусканием его в бетонный котлован. Место установки крана уклона не имеет. Грунт, бетон. Линии электропередач отсутствуют. Погодные условия нормальные. Груз с помощью четырехветвового стропа и двух подстропников ОСК-1 был зафиксирован с левой стороны крана, сторона водителя. Далее был поднят на высоту одного метра с дальнейшим поворотом в крамовую зону работы крана. В момент подведения груза к оси симметрии грузового механизма крановщик произвел остановку. Далее стропащики веревками повернули груз параллельно борту бассейна. Крановщик верует груз еще на полметра, затем начинает ступенчато без рывков майновать трактор стрелой. После достижения критической точки, когда опрокидывающий момент превысил уравновешивающий, произошло опрокидывание крана в бассейн вместе с грузом. Крановщик спрыгивает с крана в тот момент, когда его угол составляет более 45 градусов относительно земли. По доступному видеоматериалу видно, что после падения кабина трактора разрушена полностью. Кран получил повреждения двух кабин, рамы крана и стрелы остались невредимыми. Техническая конфигурация крана. Вылет 6 метров, длина стрелы 15 метров, контргруз стандартный, запасовка 6-кратная, опоры выдвинуты полностью. Кран установлен в пределы допустимого крана в 3 градуса. Описание груза. Груз представляет собой гусеничный трактор Т-130, массой вместе с установленным отвалом 15 тонн. Грузозахватные приспособления. Строп канатный ОСК-1 грузоподъемностью 8 тонн в количестве двух штук. Анализ действия крановщика и момент опрокидывания крана. Начнем по порядку. Крановщик выбрал оптимальное расположение крана для перемещения груза. То есть берем груз сбоку и опускаем в крамовой зоне, которая наиболее устойчива по сравнению с боковой. Грузозахватные приспособления подобраны правильно и по длине, и по грузоподъемности. С момента подъема груза земли до точки опрокидывания крановщик вел груз без рывков и раскачиваний. При достижении вылета стрелы около 6 метров, при которой грузоподъемность составляет 12,7 тонн, как видно по графику, срабатывает красный сигнал ОНК-160, запрещающий дальнейшую работу. Крановщик, увидев и услышав привлекающее внимание сигнал, игнорирует и продолжает работу, ограничив себя только в том, что прекращает увеличивать вылет, при этом момент загрузки остается таким же. Как видно по архометражу видео, от начала и до пикового момента проходит более 4 минут. Это время отрицательно складывается на психофизиологическом состоянии крановщика. В дальнейшем он продолжает мановать, но уже грузовой лебедкой, то есть грузом. Для приведения рычага опускания груза с работавшим ограничителем нагрузки крана невозможно. Это показывает на то, что ОНК-160 был отключен полностью или частично. Введя себя в заблуждение, что он прекратил увеличивать вылет и как бы обезопасив себя от опрокидывания, не учел основного принципа устойчивости крана. Как мы видим из формулы, всегда уравновешивающий момент должен быть больше опрокидывающего. При дальнейшем манавании грузом он стал уменьшать величину восстанавливающего момента, который складывался из рычага и массы. Сматывая трос барабана лебедки, крановщик уменьшил массу, действующую на рычаг уравновешивающего момента, до критической точки, после которой кран опрокинулся. Это и было фатальной ошибкой крановщика. Выводы и заключения Кран и его механизмы на момент аварии были исправны. Грузозахватные приспособления соответствуют грузу. Техническая конфигурация выбрана правильно, в том числе вылет, стрела, запасовка. В работе крановщика выявлена единственная и весомая ошибка – недопонимание теории устойчивости крана, что говорит о его недостаточной квалификации. Заключение Причиной аварии стала потеря устойчивости крана вследствие превышения момента опрокидывания над моментом уравновешивающего. Нарушение Руководствуясь пунктом 9.5.1 правил устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10382.0 от 10.01.2001 года, который гласит Краны могут быть допущены к перемещению груза, массах которых не превышает паспортную грузоподъемность. И пунктом 9.5.1.19, который гласит При работе крана не допускается работа при отключенных или неисправных приборах безопасности. Рекомендации по повышению безопасной эксплуатации кранов Не допускать превышения загрузки крана свыше 110% при опускании груза ниже уровня поверхности установки крана, так как при потере устойчивости в этом случае возникают необратимые последствия.